И так Бог говорит Моисею, чтобы он собрал лидеров и всех евреев, и сказал, что они будут слушать тебя. И потом сказал, что ты и старейшины пойдите к фараону. И скажите Ему, чтобы Он отпустил вас поклониться Мне в пустыне. Но Он не отпустит вас. И я простру руку свою и совершу чудеса в Египте. И потом выйдете. И в 22 стихе говорится, что и каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и так далее. Очень смешная, забавная история. Несколько лет назад, не, несколько месяцев назад читал, что какие-то египтяне говорили, что давайте попросим Израиля, чтобы они вернули нам наши деньги. Чуть позже. Серебро. Моисей сказал, что если они Меня не послушают? Что если они скажут, что, но это не Бог сделал? Почему Моисей задает этот вопрос? Ну, просто один из таких моментов, он может быть думает, а что если? Вспомните, какой он был, ну, насколько он был готов 40 лет назад помочь своему народу. А теперь он не настолько готов. И Господь спрашивает, что это у тебя в руке? Моисей говорит, посох, и Господь говорит ему, брось его на землю. И он стал змеей. Ну, интересный такой фокус. Привлекает внимание. Потом говорит, возьми и засунь за пазуху свою правую руку. Вытащи. Ужас! Проказа! Ну, засунь обратно. А теперь все чисто. Потом еще знамение. Но Моисея все равно как бы сомнения. Я не настолько хорошо владею речью. Сказал, я косноязычен. Ну, он сказал, что если я так буду разговаривать, то не все меня поймут просто. Я не пойду, скажу так, фараон слушал, отпускай народ. Фиксы фиксы. Не знаю. А Бог говорит, слушай, кто вообще сотворил уста человеческие, а? Что ты тут выделываешься? Тринадцатый стих. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. Говорит, ну, может быть, кого-нибудь другого. Ну, сейчас уже Бог чуть-чуть такой расстроенный стал. Говорит, ну, ладно, Аарон, твой брат, он может нормально говорить. Я буду тебе говорить, что нужно, а ты будешь передавать Аарон, и он будет обращаться к народу. Итак, Моисей возвращается в дом, и говорит своему тесте, что нужно вернуться в Египет, к своему народу, и тот отпускает его. Ну, напомню, что он был священником мадиамским. То есть, он человек Божий. Was he a priest of God, or... He's a man of God. He is. Yes, I've heard that there is a thinking that he was just a priest, like, connected with idolatry or something. Well, just quote me now. We'll talk more about it later. Ага, ну, он утверждает, что Иофор именно был священник Господа. То есть, не языческий какой-то, а именно Господа. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. Потом 24 стих. Дорогу и на ночлеге случилось, что Господь пытался умертвить его. Молча. Нет, Моисея. Открываем 24 стих и смотрим. Открывай 24 стих. Я вам объясню, сейчас скажу, почему так случилось. Вот так вот, да. Что? А в следующем стихе говорится, что Сифора, жена Моисея, обрезала своего сына. И бросив крайнюю плоть к ногам, сказала, Ты жених крови у меня через обрезание. По обрезанию. Но Сифора обрезала сына и бросила к ногам Моисея. Вот что, на мой взгляд, здесь происходит. Случалось ли у вас в жизни такое, что вы чего-то настолько, ну, очень-очень сильно хотели, а этого не получали или не происходило? Вы уже, ну, вы хотели, чтобы Бог уже что-то с этим сделал. Вы рисковали очень сильно. Вкладывали в это много. И ничего не происходило. Все верующие, да, никто не обижался. Ну, если у вас действительно такого никогда не было, то вы намного лучше меня, значит. И намного лучше, чем Моисей. Вот в чем дело. Моисей потерял всю свою жизнь. Сказал, что я отказываюсь от своего поста. Пошел к народу, которые были рабами, чтобы помочь им. Мой народ меня отверг. И мне пришлось убегать, спасая свою жизнь, потому что фараон отверг меня. И что, ну, и он, конечно же, разочаровался и огорчился. А через сорок лет, типа, ну, забыл. Ну, то есть, в принципе, как бы сорок лет прошло. Ну, конечно, он об этом постоянно не думал, но все равно внутри него были эти воспоминания. И тут вдруг появляется Бог. И говорит, иди. Теперь я буду с тобой. И каково мышление Моисея в этом случае? Где ты был сорок лет? Я был там, у меня были проблемы. Я рисковал своей жизнью. Народ меня отверг. Фараон пытался убить меня. Теперь я, наконец-то, уже построил жизнь для себя. А теперь ты хочешь, чтобы я отказался от той жизни, которая у меня есть? И вернулся вот туда? А, как я теперь буду знать, что ты сейчас будешь со мной, когда тебя не было тогда со мной? И Бог начинает, как бы, ну, так давить на него. И Моисей говорит, ну, хорошо, пойду. Но я не иду туда с радостью. И его дети не были обрезанными. А Господь посылает Моисея спасти его народ. Но его дети не являются частью завета, потому что они не обрезаны. Но Моисей говорит, хорошо, я пойду, потому что я должен. Но я больше не буду причастным к своему народу. Хочу вам кое-что сказать. Много евреев, верующих, Они вот тоже так поступают, по крайней мере, в Америке. Они становятся верующими. Они говорят своей семье, своим, ну, именно еврейским друзьям, что теперь они верят в Ишуа. Семья и друзья отказываются от них. И они, ну, злятся из-за этого. И говорят, хорошо, я буду ходить в церковь, и больше я не буду евреем. Они меня не любят. Это очень тяжело быть евреем. Очень тяжело быть религиозным евреем, сохранять закон, соблюдать. Но здесь не написано. Но то, что мы должны понять здесь, это то, что Моисей знал, то, что его дети должны быть обрезаны. А он был сознательно непослушен этому. И вот мораль этой истории. Богу, по сути, вы не нужны, чтобы исполнить Его работу. Если вы собираетесь, ну, с сожалением и горечью исполнять эту работу. Ну, хорошо, Бог, я сделаю, но я все равно злой. И я не собираюсь любить тех людей, которые ты меня посылаешь. Понимаете? Вот что, на мой взгляд, происходит в этой истории. Вопрос. Книги. У меня был этот справочник. Что делать, если душат? Ну, и, в принципе, в то время, в древнем мире, люди знали, что значило обрезание. Были еще другие культуры, в которых существовало обрезание. Но, возможно, как бы здесь не написано, но, возможно, она просто... Они до этого общались, и она действительно тоже знала, что нужно делать. She had a book. She had a book. What should I do if my husband is... Open that page. See, I think that, you know, they had had discussion about this. Another question. Either, hold on, either... Сейчас еще. Ну, и даже если Моисей, как бы, не хотел обрезать своих детей. А, ну, там, как бы, или Моисей не хотел обрезать детей, или она не хотела делать этого. Но теперь пришлось. Но все равно, можно сказать, что Моисей сильно и не настаивал, чтобы это произошло до этого момента. Здесь такой момент. Если ты еврей и хочешь говорить другим евреям, ты должен быть евреем. Если ты еврей, не пытайся быть таким христианином и в то же самое время достигать евреев. Если ты, ну, не еврей, ты просто христианин, то, ну, нормально. Это нормально. Есть такой, среди евреев есть такой термин, как бы, еврей, который сам, ну, не навидит еврейство. Ну, не то, чтобы, ну, типа, сам себя ненавидит, как еврея. Ну, дальше продолжается история. Моисей встречается с Сароном. There was a question. That, in 26 verse, Sephora says that you're a husband, like, husband of blood? Of blood. What does it mean? It's just the blood of the circumcision. Это, как бы, просто кровь обрезания, ничего такого особенного. Да, Моисей. But we know that there is a soul or life in blood. Is there any sense connected with this verse about soul? Все равно все заветы, они заключаются на крови. Подумайте. Ну, окей, больше не будем останавливаться. Продолжаем. Дальше Моисей встречается с Аароном, они разговаривают с старейшинами. И все счастливы, говорят, Боже, наконец-то. Они идут к фараону и говорят, отпусти мой народ. Фараон говорит, да кто такой этот Господь? Я его не знаю и не собираюсь его вообще слушать. И он обращается к Аарону и Моисею и говорит, слушайте, ребята, вы дали своему народу надежду, что они будут освобождены? Значит, они слабо работают. Так, убирайтесь отсюда. И он сказал И потом фараон сказал, чтобы эти надсмотрщики еще больше заставляли евреев работать. И это, в принципе, один из способов, как эти диктаторы поступают обычно. Оппрессивные лидеры говорят, диктаторы обычно думают и говорят так, что если я дам какую-то свободу, хотя бы небольшую своему народу, они захотят еще и придется делать, давать еще больше и больше и больше. И потом, в какой-то момент они придут к абсолютной свободе. Поэтому нужно делать по-другому. Вы хотите, чтобы вам было легче? Нет, я вам сделаю еще хуже. То есть психологически он хотел заставить их быть еще больше разочарованными и поникшими, чтобы они даже уже не просили о том, чтобы их отпустили. И что происходит? Люди, которые сказали, о, Господи, спасибо, теперь мы будем свободны. Они теперь должны работать еще в два раза строже. Здесь еще один духовный принцип. Иногда обстоятельства еще больше ухудшаются перед тем, как станет лучше. Бог даст что-то, чтобы дать настоящую надежду. Вы принимаете эту надежду. А потом вещи становятся хуже. потому что это путь, по которому действует дьявол. Фараон — это образ дьявола. И, конечно, сатана не хочет, чтобы вы жили надеждой. И как только ваша вера возрастает, он сделает что-то, чтобы заставить вас разочароваться. Это так работает. Люди, народ приходит к Аарону и Моисею и говорят, это ваша вина. Было, конечно, плохо до того, но теперь вообще ужас. 22 стих 5 главы говорит, что Моисей обратился к Господу и сказал, почему ты меня прислал сюда? Обстоятельства стали еще хуже, чем были. В 6 главе Господь говорит Моисею, что теперь ты увидишь, что я собираюсь делать. очень важный момент в Библии, но мы все читать не будем. Но здесь обещания Божьи и описание пути, как Он будет освобождать Свою народ. 6 по 8 стих это важная часть Аггады. Все знают, что это? Это книга, в которой описан исход и освобождение евреев из Египта. Потом 10-11 стих Бог говорит снова Моисею, войди, скажи Фараону. О чем думает Моисей в этот момент? Он говорит, Бог, я и так и в первый раз не хотел идти, но я пришел. Я послушал тебя. Я пошел и говорил с Фараоном. И все было именно так, как в первый раз, когда я попытался помочь своему народу. Ты ничего не сделал. Сделал только еще хуже. А теперь, ну, тогда стало хуже и теперь еще хуже. А теперь даже мой народ меня не будет слушать. как же Фараон меня послушает. Седьмая глава. Бог говорит Моисею, что иди просто и скажи, ну, говори то, что я буду тебе передавать. Восьмой стих, седьмая глава. Моисей превращает Жезл в змею. Но заклинатели фараона делают то же самое. Но эта змея Аарона съедает остальных. И становится снова, превращается снова в посох. Но сердце фараона еще больше ожесточилось. И на следующий, Господь опять говорит Моисею и говорит, чтобы он пошел на следующий день, поговорил утром с фараоном. И в пятнадцатом стихе написано «Вот он выйдет к воде, ты стань на пути, его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи, чтобы вода превратилась в кровь». Есть определенные микроорганизмы, живущие в воде. Но в большинстве случаев они в очень малых количествах. Но иногда по каким-то причинам, которые ученые не могут объяснить, этот микроорганизм, он просто взрывается, в смысле, что распространяется и размножается очень быстро. в воде красным превращается, становится такой красной, как кровь, и этот микроорганизм, он забирает весь кислород. Но в 22-м стихе мы видим, что эти чародеи сделали то же самое. и дальше говорится, что и сердце фараона снова еще ожесточилось. И так длилось семь дней. В восьмой главе Господь обречается к Моисею и говорит, чтобы тот пошел фараон и сказал, что если не отпустишь мой народ, то будет по всей земле нашествие жаб. Представьте себе, что в принципе это природное явление, что если жабы больше не могут жить в реке, то они выходят на землю. И жабы повсюду. В 7-м стихе 8-й главы написано, что египтяне сделали то же самое. Но на этот раз фараон попросил Моисея и Аарона, чтобы они помолились Богу, чтобы жаб не стало. Моисей сказал, просто скажи когда, и я сделаю. И вот что произошло. жабы и собрали в груды. короче, в общем, они в определенный день взяли этих мертвых жаб и собрали их в груды. В 14-м стихе написано, что сердце фараона опять ожесточилось. разве это не принцип, по которому живут люди? Многие люди говорят, о Боже, помоги мне. А когда жизнь налаживается, то они забывают о Господе. Дальше с 16-го по 18-й стих говорится о мошках. Это снова природные последствия того, что произошло. Куча мертвых жаб и понятно, что там заводятся мошки. т.е. 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 в каждой из казней есть природный аспект, т.е. все это было природно. Но есть также нарастающий факт того, что в то же самое время это было сверхъестественно. в этот раз египетские заклинатели пытались сделать то же самое, но они не могли. И они сказали фараону, что это перст Божий. 19-й стих. Но фараон не послушал, потому что его сердце еще более ожесточилось. следующая казнь были мухи. 25-й стих. Фараон позвал Моисея и Рона и сказал «Пойдите принесите жертву Богу вашему в этой земле». 26-й стих. Нет, все эгиптики будут нас мы должны идти в большую дистанцию. А в 26-м стихе Моисея говорит, что нет, мы не можем этого сделать в этой земле, потому что египтяне возненавидят нас, мы должны выйти из этой земли. Но фараон сказал, что я не могу вас отпустить далеко. 32-й стих говорит о том, что сердце фараона снова ожесточилась. Здесь есть определенная модель тоже. Определенная вещь, касающаяся дьявола и тех, кто угнетает людей. как только человек становится верующим и хочет искать Бога, что делает дьявол? Он знает, что полностью остановить нас не может. И он начинает говорить так, ты ну конечно можешь быть духовным, не заходи слишком далеко. Не будь радикальным, не будь фанатиком. Следующая казнь это язвы коров на скоте, а потом всякие язвы на людях. с восьмого по двенадцатый стих. Воспаление на людях. Это нарывы, которые очень-очень болезненные. когда я был ребенком, где-то девять-десять лет мне было. У меня были такие нарывы на теле. Они так сильно болели. Когда вот если такая штука появляется на спине, даже сесть невозможно. я не знаю, откуда это взялось, но около недели у меня такое было. Было очень больно. Представьте себе, что такие нарывы на всех. Все стинают. И говорится о том, что даже вот эти череде египетские не могли находиться в присутствии Аарона и Моисея. И здесь говорится, что на этот раз Господь ожесточил сердце фараона. Нужно остановиться на этом. Некоторые люди говорят, что это же нечестно, если Бог ожесточил сердце. Как это вообще так? Ну правда что? Не очень честно. Такое впечатление, что у фараона не было шанса покаяться. Но вот как на самом деле это выглядит. Господь всегда дает шанс обратиться. Господь всем нам дает знание и понимание, что нужно обратиться с неправедного пути. но если мы сознательно говорим нет, если мы сознательно отворачиваемся от того, что мы знаем есть истина, тогда Господь еще больше будет нас ожесточать. давайте две-три минуты поговорим о свободе выбора и свободе воли человека. Но это как бы такой очень обширный философический и теологический вопрос, философский. Я хочу вам дать несколько вещей, которые считаю вспомогательными в этом вопросе. Свободны ли мы на самом деле выбирать? Некоторые говорят нет. нет, потому что мы рождены с злым сердцем и постоянно делаем зло. И поэтому такие люди говорят, что мы не можем обратить свои сердца к Богу, не можем покаяться до тех пор, пока Господь сверхъестественно не коснется наших сердец. Это одна часть, одна сторона. Другая сторона говорит о том, что человек имеет абсолютное право выбора и может выбирать в любой момент. выбирать выбору. Вчера я упоминал о том, что еврейское мышление говорит о том, что все равно человек создан действительно с абсолютным правом выбором. Библия постоянно обращаясь к человеку говорит, призывает выбирать. То есть очевидно, что у нас есть возможность выбирать. но дело в том, что если я делаю выбор, то есть все, кем я являюсь, совершает этот выбор. Я совершаю выбор согласно своей природе. Правильно? Теперь если моя природа не такая идеальна, мои выборы будут такими же, не идеальными. Если в своей жизни я совершил очень много неправильных выборов и мой характер только ухудшается, то теоретически и то есть логически можно предположить, что и выборы все ухудшаются и ухудшаются. Правильно? Да, у меня есть как бы все еще остается свобода выбирать, но это уже не то, кем я являюсь. То есть если Библия говорит нам о том, что мы имеем право и свободу выбора, то это действительно так есть. Но также говорится о том, что наша природа изменилась. И нет ни одного человека, который бы делал в своей жизни все выборы правильными. И поэтому нам нужна Божья благодать. мы нуждаемся в Боге, который через свою благодать поможет нам делать правильные выборы. Но если Господь действует в нас, чтобы мы совершали правильный выбор, а мы говорим нет, таким образом наше сердце ожесточается. И в таком случае Господь не обязан заставлять нас совершать правильный выбор. И поэтому Он допускает к тому, чтобы мы делали еще более неправильные выборы. Чтобы потом Он вернулся. И тогда Он бы мог что-то совершить позитивное в нашей жизни. Чтобы показать, что мы должны делать. это будет снова моментом, когда у нас будет выбор ожесточить нам наше сердце или открыть его для Бога. Итак, когда написано, что Господь ожесточил сердце фараона, это цитируется в римлянах 9, 10, 11 главе. Девятая глава римлянам. Мы должны понимать, что в Исходе и в Послании к римлянам здесь не говорится об такой совершенной судьбе. То есть все, это его судьба и больше ничего не может измениться. Здесь не говорится об Аде и Рае. Говорится об обычных земных вещах. Другими словами Бог обращается к фараону и говорит, хорошо, ты ожесточаешь свое сердце, и поэтому я еще больше ожесточу его дальше. И таким образом я покажу другим людям, что происходит с людьми, которые ожесточают свое сердце против меня. Давайте здесь остановимся. и . Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...